I have ways of blowing things up. I have ways of doing it. If I started to experience some of the ambience, that we need to go to 1000, now some places are not real. We have to go to 1000. I don't think I'm going to go to 1000. I don't think I'm going to go to 1000. I don't think I'm going to go to 1000. I don't think I'm going to go to 1000. I would like to do it differently. We're going to go to Delhi. Like Warsaw. Например. И стопудово у нас будут с деликами улучшаться результаты со временем. А потом, какой цвет красивый. Давайте пока что так, в таком формате играть. То есть на прохождение у нас уже все пройдено. Будем смотреть делики. Будем смотреть из того, что есть. И это... Ты нормальный, блин, блин. Сходу вот так вот прям ромбиком в тебя. На! Я думаю, что это была квадратная станция. Просто я перекосил в процессе. Ой, какой кошмар. Ладно. Я сказал, что мы будем деликами улучшать. По-моему, ни хрена. С другой стороны, у нас не будет какой-то опасности. Что надо, надо, надо 500, надо 500. Иначе все. Не, не, не надо. Теперь мы играем больше так сказать. Ну, мы и до этого играли в свое удовольствие. Но сейчас это будет на полном расслабоне. То есть ты как бы играешь и знаешь, что... Ну, даже если ты это не пройдешь, ты просто пойдешь играть в другой город, и тебя не будут заставлять это переигрывать, как в... Не в прошлый раз, а когда мы с китайскими городами застряли. Помните? С Чэньчжоу, по-моему, и... Которые были просто... Издевались над нами. Посмотрим, как оно будет в этот раз. Пока что делаем кольцевую. Кольцевую. Пятница. Посмотрим, сможем ли мы до конца недели дожить в этой конфигурации. Так. На паузу нажимаем на секундочку. Ничего страшного, мы вернулись. Вот, он уже всех забрать не может, например. Мне не хватает второго локомотива. И нас продолжат закидывать круглыми станциями. Хорошо. Возможно, мы сейчас протянем вторую линию, которую будет вывозить с круглых станций, чтобы они и так забивали нам все, что происходит. Возможно, мы эту линию откроем даже прямо сейчас. Просто транзитную. Он у всех треугольников высадил. На, держи. Ха-ха. 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 Кстати, насчет треугольников. Локомотив. И да, вагончик, пожалуйста. Я бы, наверное, тебя попросил бы забирать с вот этих вот, с трех круглых. Так. Дополнительный локомотив. Значит, мы можем один направить встречный. Оранжевая ветка у нас пока что исключительно вспомогательная. У нее нету своих станций. Все ее станции дублируются с бирюзовой. Она просто разгружает бирюзовую, скажем так. Ну да, мне кажется, что сейчас мне придется ставить третью ветку. Локомотивы у меня при этом заканчиваются, но это не проблема пока что. Пока что. Пока что. Ха-ха. Ха-ха. А как мы будем вот эту вот ветку называть? На самом деле, вот эту вот третью, которую мы сейчас поставили с туннелем, она мне напоминает цвет огурчика, перепачканного майонезом. Насколько бы это дико не звучало, но это цвет огурчика в майонезе. Вот есть бирюзовая и есть оранжевая, а есть огурчик в майонезе. Ну, объективно. Ха-ха. Хм. На самом деле, вот этот огурчик в майонезе можем продлить. Вот так. У оранжевой появилась своя... Своя станция. Отдельная. Дааа, оранжевая, посмотрите, она уже стала такая взрослая. У нее появилась своя станция. Шучу, блядь. Какой трындец. Ммм. Ммм. Кольцевую сюда. И оранжевую сюда. Таким образом, если на оранжевую надо будет ставить уже второй локомоко, наверное. Ну, посмотрим. Просто у него маршрут растягивается и так, локомотивчик и вагончик. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Офигенно. так то вот так не остался один тоннель я сейчас буду дико жалеть что я не взял до больших тоннелей да ладно квадрат на квадрат лучше сюда так мне нужно брать наверное еще одну это толка если сейчас возьму еще одну линию мне сейчас предложат предложат или а погоди оранжевая не не придется подвязать оранжевую под вот эту станцию чтобы она смогла высаживать туда вот оранжевая вспомогательная превратилась практически основную несущую ветку а вот жизнь может сложиться а тебе вагон и маленькую тележечку просто отсюда сейчас реально нужно быть много станции выгребать поэтому так вот сделаем немножечко так локомотивчик и черт возьму два туннеля потому что это становится дефицитом хорошо пока работает пока это все работа знаешь работает не трогай так ли шипа забирал да хорошо чувак с вагончиком оранжевый сверху сейчас заберет оттуда с двух станций все даже наверно можем бирюзовую сюда подтащить и наверное даже мы можем по бирюзовую кинуть еще одну еще один локомотив наверное даже в эту сторону здрасте блин с правой стороны просто стали бомбардировать станциями вот так вот огурчик в майонезе кстати посмотрите у него пассажиры такие альтернативно зеленые может он пришельцев возит прикиньте зеленые пассажиры ну куда ты мне круглый коза чем ты не столько круглых станций пихаешь дружище ну и так отсюда приходится выгребать ладно треугольное спасибо блин там наконечный уже трендец что творится смотрите если мы вот так сделаем это неделя ВФФ или не ВФФ? Вагон. Сколько у меня тоннелей, блин, там не вида на синий, ладно, вроде пока что два. Если что, вот этот оранжевый тоннель потом можно будет урезать, сейчас... Это не выглядело как проблема. Давай я тебе один вагончик тоже дам, потому что там начинается трындец. И тебе один вагончик тоже, чтобы ты вывозил. Мне кажется, они сейчас начнут просто перегружать свои обязаны. О-о-о, уникальная станция, здрасте. В смысле у тебя перегрузка? Ты там нормальный вообще? Не, он сейчас заберет, он сейчас заберет, он сейчас заберет, подожди. Квадратные треугольники, это все наверх, он сейчас их всех выкинет. Просто что скорость разгрузки пассажиров очень маленькая. У нас на такую огромнейшую ветку получается всего лишь... На оранжевый становится кольцевой. Надо было его пустить. в противоположную сторону иначе мне кажется у нас была бы беда потом до чтобы он отвозил туда эти плюсики скапливается с этой стороны их на чтобы вывозили ладно пока все выглядит справа немножечко печально я бы там наверное поставил какую-нибудь маленькую кольцевую сейчас если мне дадут ветку я бы сделал вот так просто разгрузить вот эту часть она ничего уникального он просто будет развозить их кругляшки треугольнички квадратики все чтоб там не так страшно скапливались люди потому что туда пока что-то доедет пока их разгрузят это будет уже проблема все нормально а вот это кстати ветка я бы наверное назвал бы цвет киселя или ухты ж ну зачем не на эту станцию придется дублировать мне нечем ее сейчас прикрыть да я могу отсюда забрать там четыре пассажира или что-то такое квадраты кто оттуда квадратов вывозит квадратов накопилось просто трындец сколько много смотрите вот здесь вот на ромбе там квадратов накопилось просто офигеть сколько забери их вон 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 Забирай с этой станции, так, локомотив, переход, да. Забери отсюда немножко, блин, а он даже шесть человек, если заберёт, это не разгрузит станцию, нет, она сейчас лопнет. Бам. Ну, блин, ну, 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 ну ладно, ну ладно. Где мы по статистике? ТОП-30, 147 место, неплохо, есть люди, которые тут перевезли 2733 человека, хрена себе. Хорошо. А тут, кстати, еженедельных нету? Это как-то к этому привык. А что у нас по режимам? Обычный, экстремальный, бесконечный, креативный. Бесконечный поезд. Переполняться, стройте эффективно. Не дайте станциям переполниться, линии нельзя убрать, понятно. Станции не должны переполняться, стройте эффективно. Не переполняйте станции, размещайте их и правьте станции. Как бы это звучит, пока что всё как челлендж и обычный. Ладно, ребят, не знаю. Давайте пока тогда на дейлике закончим. Вы мне напишите тогда, что про всё это думаете. Будем ли мы просто в дейлик играть или что-то ещё добавим. Ну, то есть, я понимаю, что так у нас контент немножечко сокращается. Но игру-то мы прошли. И тут, к сожалению, нету еженедельных, как в Mini Motorways. Поэтому я пока вижу только такой вариант, чтобы прийти, поиграть в дейлике, немножечко расслабиться. И потом дальше пойти отдыхать в воскресенье. Поэтому пишите, что вы думаете. Пока что спасибо, что были с нами. Всем удачи и добра-бобра. Всем молодушек. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok